История циклична, полиэтилен немодный и токсичный. Шоппер это эко-сумка. Эко-сумка это стильно, модно, молодежно, экологично, практично, не стыдно. Эко-сумка от Шарии Шоп это шик, блеск, красота, запретный плод, правда, позиция, мышление. Заказывайте на сайте, а доставка теперь по всему миру. Шарии.шоп это идея, которую очень хочется носить. Привет, дорогие друзья. Ну что, страшная, страшная новость. Этот народный депутат Гончаренко, Алексей Гончаренко, вы все о нем слышали, о его важных законотворческих инициативах, о том, как он улучшил жизнь одесситов, благодаря которым я бы хотел просто увидеть этих людей, он сейчас находится в Верховной Раде. Вот народный депутат Гончаренко продолжает заниматься важными делами, а именно он пишет доносы, ну как-то важные, важные обращения. В офис генерального прокурора волнует его дом, который купил Шарий. Шарий купил дом за территорией Украины, поэтому он написал депутатское обращение очередное. И получил ответ уже. Вот здесь видите, разглянуто ваше депутатское звернение, что до законности набутя объектов нерухомости за межами Украины Шарьем АА. Ну вот, и я смотрю новости. На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств. Новые дела против Шария. Нардеп сообщил о делах касательно Шария. Отмывание доходов, махинации против Шария. Новые уголовные дела. И вот вы все можете посмотреть все вот эти вот средства массовой информации. Будем называть их так. Этой помойки, да. Помойкой я называю государство. Если вдруг вы... Чтобы не было разночтений, я считаю помойкой государство это. Не страну, а государство, которое построено в моей родной стране. Так вот, если вы почитаете все СМИ вот этой вот вонючей помойки, то вы узнаете из них, что на Шария возбуждены новые дела. Конечно же, есть один аспект. Один аспект у этого всего вопроса. Вот здесь вот читатель задал мне вопрос. Я все правильно понял, что депутата Украины очень волнует законность приобретения недвижимости за рубежом гражданином Украины, который давно в Украине не проживает и никогда до этого не занимал никаких государственных должностей. Может, это что-то неправильно понял и ошибся, переводя с украинского языка. Я пишу, да, ты все понял верно. На самом деле, это важнейший вопрос, который с удовольствием освещают украинские средства массовой информации. И некоторые люди думают, что я Гончаренко доплачиваю за рекламу. А я вам скажу, нет, я этим сильно обеспокоен. Почему? У меня стоит программа уведомления на мое имя. Но там ограничение стоит, 100 уведомлений в день и все типа. И вот из-за такого рода вещей у меня иногда все слетает. Слишком много СМИ пишут, слишком много уведомлений. И когда уже больше 100, то я уже больше не получаю уведомления в этот день. Меня это волнует. Второе, что меня волнует, это то, что украинские СМИ считают теперь своих читателей уже не животными, а планктоном. Потому что они публикуют этот ответ Генеральной прокуратуры, в котором указаны числа. И вот здесь указано число. 0-2, 0-6, 2000, мать его, 20-е. 0-2, 0-6, 2020. Они сто раз уже сообщали об этих уголовных делах. Но когда дело касается Ширия, они по новой сообщают об уголовных делах, которые новые открыты в отношении Ширия. Касательно того, что я вообще имел в виду все эти уголовные дела, это я написал развернуто в Телеграме. Что я там приобретаю, вымениваю и так далее. Эту помойку не должно жарить вообще. Ну это очевидно. Но вообще, конечно, я же говорю, если бы не программа, которая застала уведомление, уже потом не присылает уведомления, мне бы не было вообще претензий. Теперь смотрите. Телеканал Дом. Работу СНБО оценивает Восток Украины. Мне же стало интересно. Я думаю, ну, как они покажут? Может на одном кадре, как мы показывали? Не-не-не. Сейчас Восток Украины. Думаю, что это важный орган для государства, для порядка. Да, вас не расстреляют. Можете говорить, как думаете. Итак, важный орган для государства и для порядка. Это мнение харьковчанки. Вот и для нашего спокойного существования, для безопасности, я думаю, это очень важно. Вот так. Видите, Харьков считает, что это очень важно. Чего вам еще не хватает? Я отсюда не вырезаю никого. Я вот пускаю по... Вот просто вот пускаю по порядку. Ну, чтобы вообще, в общем, Евросоюз, НАТО, ну, больше реагировали на все эти решения. А так они как бы и реагируют. Ну, все равно лояльно относятся и к России. Ну, как это они лояльно относятся к России, а? Как нехорошо. Надо, чтобы Евросоюз и НАТО больше реагировали на решения вот этого вот пизданутого СНБО, да? Почему они не реагируют? Тоже обеспокоен. Тоже Харьков обеспокоен. К тому же творится. Сдвиги какие-то наблюдаются. И вот, в общем, мы ждем каждые новости. Читаю, слежу. Ждет каждые новости. Сдвиги наблюдаются. Особенно в его жизни, я так понимаю, сдвиги наблюдаются. Скоро будет наблюдать сдвиг вот такой вот. Во-первых, три платежки теперь уже приходят украинцы. Потому что, ну, маловато как бы две. Надо три платежки, да? Во-вторых, опять повышают цену на тарифы. Я думаю, вот таким вот это так и надо. Вот таким вот. Но жалко, что они же вот таких вот один процент. Остальные страдают из-за таких. Дальше что у нас? Харьков тоже. Мнение Харькова. Держать президента надо. Мы же его избрали. Он старается что-то делать. Сразу же не получается. Да ему и не дают, я должен сказать. Ему и не дают. Он-то старается. Из кожи вон лезет. Но не дают собаки. Одна умная женщина сказала, американка. Она бывший министр внутренних дел. Для того, чтобы навести порядок в стране, все эти убрать схемы, все эти махинации, все эти коррупции, надо два-три поколения сменить. Я в это верю. Это должен быть государственный лозунг теперь. Через два поколения мы будем жить как при коммунизме. Вот два поколения. Как раз для вам, дуракам, баки забивают о том, что это все исправить. Два поколения надо. И все. Нормально. Так, дальше что? Опять мнение Харькова. Я думаю, что совет, безусловно, этот нужен. Естественно, потому что решения, которые принимаются, есть те, которые действительно улучшают наш жизнь, которые действительно дают нам уверенность в завтрашнем дне. Нет, это превратилось уже в Мариуполь. Вот по ходу ее рассказа вдруг Мариуполь. Ну, значит, это уже Мариуполь. Итак, решения с НБО улучшают ее жизнь. В какой сфере, хотелось бы узнать, но, к сожалению, у нее не уточняют. А есть те, которые просто, знаете, в серии встретились, поговорили, обсудили, и нет дальше никаких действий. Поэтому то, что он есть, это хорошо, но хотелось бы все-таки, чтобы были какие-то более эффективные и все-таки нужные решения приняты, которые были еще и внедрены. Нужные решения с НБО. Каких тебе нужных решений с НБО не хватает? Он поваром в законе там было, еще там санкции против кого-то ввели. По-моему, это так улучшило твою жизнь тетенька. Вот тут дяденька, тоже Мариуполь, да? Он нужен, но эффективность его, это вопрос к ним. А эффективность должна быть одна, чтобы улучшение в жизни было и в стране, и у людей, граждан. Теперь уже на СНБО возлагают надежды, как на Верховную Раду. И я понял, к чему они ведут. Говорят, больше эффективности. СНБО мы все поддерживаем, но надо больше как бы жарить, да? Надо больше эффективности. Они уже вот такими вот вещами, типа легализуют этот абсолютно незаконный орган. И говорят, давайте больше. Стреляете как бы там 100 человек в день, но надо 1000, вы знаете? Это из страны. Решение хорошее, потому что контрабандус оккупированной территории нужно прекратить. Почему? Потому что там оно процветает. Во-первых, бизнес. Зачем здесь на территории Украины? Я согласен. Зачем вообще на территории Украины бизнес нужен? Только я не понял, СНБО запретили контрабанду? Я думал, контрабанда запрещена Уголовным кодексом Украины. Ну, то такое. Бизнес оккупированной территории, это первое. Второе, контрабанда, это же незаконный товар. Мир и будет, и все, не будет войны-то-то. Ну, вот это последнее мне больше всего понравилось. Они должны были еще месяц сказать «Слава Украине!» и спеть что-нибудь. Вот за таких вот считают людей. И в дальнейшем я сейчас покажу настоящее мнение. Востока, да? Там они же там мнение, как они назвали это? Подождите. Мнение. Работа СНБО оценивает восток Украины. Сейчас будет вам оценка от востока Украины. Просто вот правильно тут одна из женщин говорит. Она говорит. У меня, говорит, любые каналы есть. И российские, и украинские. Но на украинских, говорит, там же нечего смотреть. На украинских нечего смотреть. Потому что вот из такого скоро будет соткано все. У меня пока что все. Пока, дорогие друзья. Пока. А вот тут спальня. А в спальне Дима, внук спал, правнук спал на диване. А я вот так на полу, на матрасе. Ну, доброе, что мы витиля вышли. Вышли и остались там ночевать у невистки. А вот он поехал, а там вот пуля заскочила. И Дима говорит, бабушка, если бы вы тут ночевали, как раз бы у вас попало. Попала, как раз бы пуля. Ну, ничего. Бачу, еще ангел-хранитель у меня хороший, что спас нас всех. Детство, это же ту войну, я же 37-го года. Мне было 4 года. Батька нас забрали в армию на войну. А у нас 5 детей. Три этих брата умерло. Остались у нас двое только. И помню, помню то, что сидели, провожали. И батько держал меня на руках. Вот осталось в памятни. Нех, без вести пропал. Ну, это мой муж и я. А я, дура, приехала. Ой, с Кубани сюда. Господи. Дедушка казак, у дедушки два георгийских христа. И то так, что... Была, все было. И сабля была, и... Ось. Ось он, дед. А это мама, это дядько. Обещал кончить войну, обещал у сына. Он говорит, ой, мама моя. И меня убьют нахер за эти деньги. Это я боюсь и брать. Чтобы спать спокойно. Так уже надоело. Вообще. Хм, это жизнь. 69, 70 год пішел. Уже пів года. Да. А где же мы тянемся? А где же мы тянемся? Там кришу знесло. Тут он разбил. И построили дитине вот эту кухню 5 на 12. Криша все было. Гахнули прямо в той. Ой, и криша завалилась, и задняя стенка упала. Так можете подивиться. Глянете. Спосовета приехал, гляну, каже, что строили, что не строили. Я не знаю, что им надо, что они по людям бьют. Ой, что им надо? Чтобы мы побегали, наверное, все от селя. Чтобы им земля надо, наверное. Это я так думаю. А там кто знает. Им надо площадка, наверное. Чтобы мы ушли, а они зашли. А куда мы будем текать с нашей земли? Правильно? Ну куда? Украинка. А ось Марянка. Марянка. Местная всю жизнь тут. А наша где? Если мы тут народились, а тут прожили всю жизнь. И это не наша земля выходит, так? Я не понимаю. А это и так, стрибает, как тот. Только то оружие ему надо, то еще что-то ему надо. Он не думает про людей. Может, уже не успел пробовать тут сколько годов. Уже на второй строк буду баллотироваться. Ты наведи порядок трошки. Ты сделай так, чтобы у тебя была команда, чтобы они за народ переживали, чтобы война закончилась, клятая. Господи. У нас 7 лет забрали жизнь. Мы за 7 лет, наверное, лет на 20 постарели. Ни нам, ни детям покоя не мое. И дальше еще хуже будет. И неизвестно, что будет. Неизвестно. Всякие там есть. И русские, и украинские всякие. Мы дивимся. Ні. Вот надо. Переключили на украинские. Но там ничего путнього не кажут. Там же ж канали позакривали. Ти, что были раньше. А те, что оставили, они ничего путнього не кажут. Главное, как они говорят, мол, стреляли бойцы и у нас нет погибших. А они же не стреляют, если у нас есть погибшие. Правильно? То, скажут, один военный погиб, то другой военный, то мирные люди погибают. Они не стреляют. А сусид мой же, что это в 14-м или в 15-м? Ой, я не помню. В 15-м году. Ото той. Сусида мого прямо. Ой, убило сразу. Молодой парень. Гахнули и все. И нет сусида. Ой, кладбище. Мы как пошли, это ж сколько не ходило, то и пошли. Кладбище. Там сколько вот этих моих годов. Та не только моих годов. Там сколько расширилось кладбище, сколько людей помирало. Вообще. Какой ужас. По телевизору. Он же, как и собирался, как он нам обещал. Что наведет порядок, что будет мир у нас. Что не будет войны. Где? А сейчас закупляю оружие, да? Я говорю, как у меня мама в Марянке. Через год мне пройти, я не могу до мамы поехать. Мне надо, чтобы до нее поехать, мне надо через Россию ехать в Марянку. Мне вот 10 минут до нее. Ей 91 год. Вона плачет. И я плачу. Все. Это балакать. Я плачу. А я не могу до них поехать. Мы сепаратисты. Яки же мы сепаратисты. Мы с ними стреляем. Мы не пришли до них стрелять. Мы дома находимся на своей земле, где были, где родились. Там и сидим. А чего они приперлися сюда? Тут все наши местные. Из Мандрикина, из Макеевки. Вот такие вот хлопцы. Они стоят недалеко от нас. Там все местные. Русских мы не... Я, например, лично, я русских не видела. Но мы не видимо русских тут. Картошка так окончилась. Думаю, сейчас молодой. Ну, это в том году. Думаю, сейчас картошки молодой копну. Ну, я тебе копнула. А тут нагнулася себе, брать. Хорошо, что я нагнулася. Тихо, хух, коло меня. Я так повернула голову. Думаю, что оно пошелесило. Підходю. Вот такая пуля. Вот такая. Я не знаю, это из автомата. Вот такая пуля. Гарячая. Я подошла. Я бросила эту картошку. Моя картошка не нужна. Ну, это же надо нащуровки. Ось куча. Они там вырили, сидят снайперы и в тиль стреляются. Видно, что они на куче. Там что-то, что делать. Куча что-то высока. Видно, что они там что-то делать. Хоть будет на лекарство, как говорят. Потому что до этого стресса, до этого войны уже нервы психические стали. И нервы болят, и кости болят. Усе болит.